Смотрим, что это за модная музыка здесь играет. Так, а ты что с чемоданом переезжаешь, да? Да, в эту комнату. Все мы видим, что мы видим. Сценчик модную музыку начал делать, он у истоков. Напой песню какую-нибудь, вот его быстро самоизвестную. Я одинокий. Да-да-да-да-да-да. Все уходит со сцены, сказал, что все, типа. Смотрите, у нас, короче, Арсен, он пробует, он себя пробует в разном, то с вот этим елдовим сейчас бежит. Петиция музыкальная, давно я не снимал ничего, что касается не какого-то коммерческого контента. Мы с Пашкой объединились в коллаборацию. Сегодня вот Арсен, он с елдой сначала ходил, потом с ним от барабана вставил. Чем ты занимаешься? Какой-то вот хуйней сзади стоит. Возрождаемся заново. Я снова хочу восстановить свои выступления. Так, ребята, восстановился репетиция. Посмотрим, что это за модная музыка здесь играет. О, это что играет за модная музыка? Арсен, это что за модная музыка, братка? Это новый стиль, это новая музыка. Мы репетируем и пилим, мы готовим самые сочные музыки. Окей. Посмотри, кто, посмотри, кто, посмотри, кто. Я захожу, представь, что тут играет модная музыка. Это модную музыку начал пилить. Так, а ты что с чемоданом переезжаешь, да? В эту комнату. Это моя койка. Смотри, что принес. Сегодня будет выпуск, он музыкально-репетиционный, музыкальная репетиция, репетиция музыкальная. Давно я не снимал ничего, что касается не какого-то коммерческого контента в плане нашего бренда украшений, в плане там маркетинга, да? Давно я не снимал что-то творческое, что-то... Не рассказывал, что происходит в творчестве, что у нас выйдет, что выходит, что мы делаем вообще и так далее. Поэтому выпуск сегодня вот Арсен, он там... Он с елдой сначала выходил, потом с себя от барабана вставил. Вставил от барабана, короче, нормально. Все хорошо. Вот, это Пашка, Пашка, диджей-братиш. Он сегодня пригнался пультом. Ну, собственно, выпуск будет про то, как мы возрождаемся заново. Арсенчик модную музыку начал делать, он у истоков, как бы, да? Мы с Пашкой объединились в коллаборацию, и Пашка теперь делает ранжировку для моего музла. Плюс он диджеет, и плюс он, короче, занимается... Как это назвать? С чем ты занимаешься? Какой-то вот хуйней сзади стоит. Нет, шучу, конечно. Пашка занимается скрейчингом и всякими темами. Ну и, собственно, поехали. Так, у нас сегодня модненькая будет модненькая репетиция. Что-то подснимем. Что-нибудь подснимем. Ой, блядь. Подснимем Пашу. Подснимем Пашу. Эй-о! Эй-о! Когда зубы кривые, как у Фредди Меркури. Скажи это на весь Телеграм. Туда все. У меня кривые зубы, как у Фредди Меркури. Вот, и пацан не боится это в Телеграм отправлять. Вот так вот все. Летит туда. Кстати, сегодня прочитал статью. Валерий Леонтьев. Напои песню какую-нибудь. Вот его быстро самоизвестную. Я одинокий. Да-да-да. Все уходит со сцены. Скажет, что все. Да ладно. Вакансия свободна. То есть... Так я к чему клоню? Я к чему? То есть майка Си от очка уже как бы не сидит на ботокс. Смотрите, у нас, короче, Арсен он пробует. Он себя пробует в разном. То с вот этой елдой он сейчас бежит. У меня денег хватило. Это как из ингридерса. Помнишь, там типа жёлтая птица такая? И, кстати, ничего выдает. Это, кстати... Ей! Раз, два! Нормально? Лучше. Конечно. То есть вообще надо выжимать из того, что есть. Потому что всегда вот этот момент, что с деньгами любой дурак может, а ты попробуй без денег. Да, это вообще на барабан идет. Он вот туда идет. Да если не говори никому сейчас в комментарии, такое появится. Да как ты ее пользуешься. Слушай, а давай. Раз, два, три. Раз, раз, два. Слушай, прям. Тебе так, да? Сейчас. А, да-да-да. Начинающие пипцы денег не хватает на стойку. Пока купил одну песню. Ты выходи из своей модной песни. Это стойки. Между прочим. Это может быть пробник. Это пробник. Это стойки. Вот писаем. Да, у нас идет танцы. Давай. Давай. Тражи. Аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. И в карману такое хуя. Такое. А что удобно? Смотри нахуй пистолет. Слушай, всегда, блядь, заряжут. Не-не-не, он не зря упомянул Фредди Меркури. Понимаешь, у него вот этот огрызок был, постоянно с ним ходил. У меня пока еще не хватило денег. Пока еще полноценный огрызок, чуть-чуть туда нарастит. Ребятки, если есть у кого-то сварщик, дайте Арсену, он хотя бы сварит эти стойки. У нас в этом ДК постоянно какие-то со стойками проблемы просто. Прикинь, из электродов такую херню такую, блин. Короче, ребятки. Это диджей-братиш. Это, мужик, как по отчеству? Вячеславович. Вячеславович, вот. Вот он здесь, давайте по чему-нибудь. И такая небольшая Андрюшечка. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас, 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 подожди. Давайте. Перпомент. Да, смотрите, короче, мы с Пашкой смочились. Пашка не только умеет тереть пальцы, а виниловые вот эти штуки. Может, чуть потише, а то нас не услышат ни хрена. Вот. Пашка умеет не только, короче, двигать булками, хотя он это тоже может, и тереть пальцами, а виниловые пластинки. Пашка делает аранжировку для всего нашего обновленного чернокнижной, и плюс еще гоняет выступать диджеем и, собственно, наваливать мысло. Расскажи пару слов, Паш, что у нас происходит за перерождение и что вообще у нас планируется. А, и Пашка уже сделал два ремикса на пару треков из альбома «Голодный», собственно, которые мы будем выпускать в ближайшее время и будем под них клипы. Расскажи поподробнее. Это становление. Начнем с того, что планируется, естественно, глобальное обновление, даже где-то обновление, где-то новое рождение, скажем так, проектов в плане музыки, в плане медийного какого-то продакшна. Далее, помимо нового и обновленного, работаем еще над, собственно говоря, вообще в целом оживлением и внедрением нашего, собственно говоря, коллаба в медийную, так сказать, опять же, сферу. Потом пересмотр, так сказать, тенденций музыкальных, артистических, современного, скажем так, тоже музыкального пространства. То, что было, допустим, там 10-20 лет актуально, то сейчас абсолютно все другое. И благодаря, собственно говоря, Ване, Арсену и многим людям, которые участвуют в этом, это помогает как раз-таки адаптироваться с новыми тенденциями. Естественно, всегда актуально, скажем так, такая эклектичный подход к творчеству. То есть там на попсовые или там околопопсовые, может быть, какие-то другие электронные вещи. Всегда совмещение работы диджея, например, что сейчас, собственно говоря, и популярно. Вот сейчас многие попсовые артисты, они постоянно мэчатся с теми же рэперами там. Расскажи о нашем пути, что планируем вообще? То, что ты уже два ремикса запилил? Да, ремиксы, то есть это, опять же, слово об обновлении, то есть это был старый, ну, скажем так, условно, старый проект, да, который уже все. Он потерял свою актуальность, ну, условно, да, вот. И мы решили, а почему бы, собственно говоря, не взять это и немножко изменить, и чтобы публика, которая слушала, она была в более широком формате. По поводу также нового, естественно, будем продолжать пилить уже, скажем так, имеющиеся материалы, которые никогда не издавались, и пытаться это сделать, ну, я не знаю, форматным проектом и прочее, прочее. Ну, собственно говоря, Ваня лучше шарит именно в этой идее, так сказать, я больше за техническую сторону и, ну, как бы, творческое видение. Паша, в нашей команде господин Структур, пожмем ему руку и понеслась дальше. Спасибо, Паша. Пару слов, что у тебя вообще за новое музло? Я это выпуск все бахну. Что вообще ты, если не берем нашу основную коммерческую программу, берем тебя как одного артиста. Арсена, что ты сейчас вообще пилишь? Вот то, что я слышал, да, то, что, типа, вот это новое такое, новое направление, это музыкально-танцевальное. Прям пару слов, скажи, что ты сейчас создаешь? Ну, у меня новые, грубо говоря, попса, больше немного читки добавил, вот, ну, конечно, можно сравнить с Маканом, с Жахалибом, вот. Но ты, короче, отходишь от того, от того, что у тебя было, да? Да, от того, что у меня было, вот этот рок, например, или похожий что-то на рок, все. Больше молодежного клубного не стало, вот, скоро начну клип писать под новый трек. Расскажи пару слов про клипа, что-то хотя бы так, типа, это под трек, который еще не вышел? Да, который не вышел, ну, сценарий только пишется на этот клип, как бы, пока не могу сказать точно данных, что там будет, но думаю, будет очень весело. А когда ты планируешь полноценно, типа, запилить либо синглами ты будешь выпускать, либо альбомчик, либо эпиха какая-то у тебя выйдет? Пока не планирую вообще. Пока нет, просто синглами. Пока синглами, да, буду постепенно идти. На альбом мне пока нет. Все, окей, ар, спасибо. Короче, если рассказать о том, что сейчас происходит в творческой жизни, собственно, для чего я сделал этот выпуск, для чего я буду публиковать. Я снова хочу восстановить свои выступления, выступления, как были раньше, по каким-то кальянным, по каким-то барам, по каким-то интересным местам, где я под формат мелодикламации, стихи под музыку, там что-то выступал, что-то читал. Сейчас я хочу это сделать более, на более профессиональном уровне, с более крутой подачей. Собственно, вот Паша, видите, с какими вертухами приезжает на репы, чтобы это все было вкусно, стильно и здорово. Вот, у нас пилится новая программа в определенной стилистике, даже не новая программа, наверное, потихонечку мы по синглу будем создавать новую программу. У нас есть коммерческая программа общаковая, которую мы пили вместе с Арсеном. Арс, привет. Где у нас зачем в двух вариациях, да, где у нас под формат заведений, в которых мы собираемся выступать и отправлять наше коммерческое предложение, да, собственно, мы и... Мы готовим этому узлу, то есть у нас несколько вариаций репетиций, то есть у нас первая часть репетиции, это наша коммерческая программа, вторая часть у нас на проработку материала, там, то, что у Арсена есть свое, он модную музыку начал пилить. Это то, что у меня есть с Пашкой под его аранжировки пилим совершенно новое, я это еще не постил, не публиковал, это еще не видели, не слышали и так далее. Вот, поэтому, собственно, пока это все сырое, пока это все на этапе опять становления, пока это все на этапе снова создания, да, пилить всегда с нуля, да, как бы с истоков, это нелегко. То есть кажется, что ты такой сейчас залетишь и разъебешь, да, а как бы нет. Вот, поэтому мы потихонечку, по чуть-чуть, по крупиночке каждый из нас вносит вклад в общее дело, каждый из нас развивает свои определенные скиллы. И, собственно, вот так мы готовим и лепим, да, пока по-другому я не могу сказать, пока лепим из того, что есть, обладая теми ресурсами, которые есть здесь сейчас.